В созвездии наших международных культурных центров находится центр очень особый. Это Азербайджанский культурный центр. Он особый не потому, даже как он оформлен, не потому, какие там находятся книги, замечательные книги, а потому что для нас, людей, живущих в России теперь, очень важно, что внутри нашего российского пространства находится такой дружественный, важный центр, как Азербайджанский культурный центр. И когда господин посол мне говорит, что он благодарен библиотеке за то, что происходит что-то то или другое, я ему говорю, господин посол, мне кажется, что мы должны были благодарны друг другу, потому что создание, работа, замечательная работа такого центра, не это ли является свидетельством того, что мы общими усилиями, нашими усилиями культурологическими, ваших замечательных сотрудников и высокими дипломатическими усилиями, стараниями действительно создаем единое культурное пространство. Я позволю себе сказать, что это единое культурное пространство отнюдь не только пространство России, и что было бы достаточно, это единое культурное пространство мира. Поэтому, пользуясь сегодняшней возможностью, и еще тем, что библиотека продолжает отмечать и праздновать свое 90-летие, а в этом году нам исполнилось 90 лет, наверное, дата довольно существенная для любого учреждения культуры, я пользуюсь этой возможностью сказать вам спасибо, что выбрали нас, что здесь находится Азербайджанский культурный центр, который, глядя на тех, которые присутствуют на открытии сегодняшнего памятника, это свидетельство тому, что это важно, что зерно, это культурное зерно упало совершенно в нужную плодотворную почву, и пожелаем, господин посол, друг другу, открывая этот памятник, что у нас было еще много вот таких замечательных, интересных и важнейших для культуры мира, для экологии мира, для этики мира, и вообще для мира таких событий, как сегодня. Мне кажется, что сегодня очень знаменательный день в истории культуры, в истории взаимоотношений наших двух стран, потому что открывается памятник человеку, который закладывал истоки этой дружбы, этих взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, между российским народом и азербайджанским народом, между российской культурой и азербайджанской культурой. Это, наверное, очень знаменательно, что благодарные потомки не забывают того, что сделали выдающиеся люди, а Мирзафет Аляхунду был выдающимся человеком, выдающимся драматургом, писателем, критиком, мыслителем, философом, и сегодня открывается его памятник в одной из культурнейших столиц мира, и кроме того, что Москва является одной из самых культурных столиц мира, именно в помещении библиотеки, всемирной библиотеки, библиотеки, которая включает в себя философскую мысль многих-многих-многих стран, открывается памятник азербайджанцу. Поэтому и как послу, и как человеку и деятелю культуры, мне очень приятно, и я себя чувствую сегодня счастливым, что именно в период того времени, когда я работаю послом в России, открывается этот памятник. Сегодня хочу еще раз повторить исторический день для всех, для нас, для культуры Азербайджана, для культуры России, потому что Мирзафет Аляхунду был тем мостом, который соединял Россию и Азербайджан. Я впечатлил бы стать автором этого памятника. Спасибо за это фонду Гейдар Алиевой и руководителю московского отделения фонда Лили Ханум Алиевой. Они довели мне работу над этим памятником. Еще хотел бы выразить свою благодарность послу Азербайджану в России, Булату Бюшбюляглы, и народному художнику, академику Тайру Салахову. Их советы стали для меня неоценимой помощью в создании образа Мирзафет Аляхунду. И еще спасибо Владимиру Ефимовичу Цугарю, народному художнику, академику. Он помогал мне советом в процессе работы над памятником. Ну и еще хотел бы сказать спасибо моему отцу, скульптору Факрадину Рзаеву. Он помогал мне и морально, и своим опытом. Он для меня опора. Я очень горд быть его сыном. Мирзафет Аляхунду – это не просто великий писатель, это великий философ, это великий мост, который был между Россией и между Азербайджаном, между Азербайджаном и мировой культурой. Он знал много языков, он был на службе, он имел несколько орденов российских, он переводил русских поэтов, он написал замечательную поэму памяти Александра Сергеевича Пушкина. Баку – город красивейший, совершенно невероятной красоты. Город, вот мы недавно вернулись, и вот мы шли по улице, и я смотрю, знакомый бюст – Самет Вургун. И мы подошли к этому дому, и вы знаете, что удивительно, к нам подошел человек, который там распределял, куда вставать машинам. То есть это не ученый, не тиратор, не просто, вот простой совершенно человек. И говорит, добрый день, добро пожаловать. А здесь вот Самет Вургун, он жил на том этаже, он в таком-то году здесь жил, в таком-то году он ушел. Понимаете, это приятно, что простые люди Азербайджана чтут своих великих сородичей, своих современников. И Мирзав Аталияхундов написал не только стихи, он написал и комедии, и драмы. Он был проводником вот этой невероятной, и бесконечной, и, я бы сказал, вечной связи между Россией и между Азербайджаном. Азербайджаном. И спасибо молодому скульптору за то, что он воссоздал образ его. Я таким себе его и представлял. Он был на службе, кстати, государственной. И вот этот мундир, эти ордена, это говорит о том, что он успевал и служить Отечеству, и служить России, и служить искусству, и в то же время он успевал писать и оставил нам огромное богатство и низкий поклон его памяти, низкий поклон азербайджанскому народу, который поистине интернационален и поистине патриотичен, чего, может быть, порой и не хватает иногда нам.